Доброго времени суток. В этом видео мы рассмотрим тестер UNIT 139C. В этом видео выйдет вскрытие и содержание суммы по ссылке, а также обзор и сравнение функций с другой моделью тестера. Также вы можете ознакомиться с его особенностями и характеристиками в описании под видео. Ну что ж, смотрим сам обзор. Так, вот приехала посылка иски, которую мой друг очень долго ждал. Безумно ждал. Да, это тестер UNIT-овский. Какая его там модель, напомню. УТ-139C. УТ-139C. Вот. Собственно, вот сейчас он его будет распечатывать. Давай. Только аккуратненько. Радости полные штаны. Конечно, конечно. Просто вот это вот мой предыдущий тестер. Он очень хороший, да. Я плотно с ним работал на протяжении последних лет. Но вот эта крутилка меня уже просто утомила. Я уже не могу. Понятно. Он-то все. Так, шум. Вот он, вот он. Почти его видно. Вот, вот, вот он. Вот он пришел помятый. Спасибо почте Украины, России, Китая. Нервожатая, да. Скорее всего, он шел через почту России. Вот, так как начинал свой путь в Урумчи. Вот. Ну, может быть, его и на Украине так помяли, конечно. Но он дошел. Но самое приятное... И он вроде бы целый. Он, 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 он целый. Вот он, вот он. Вот он какой он красивый. Он очень красивый. Он замечательный. Так, что там не было? Ничего больше в коробочке. Давайте посмотрим. Нет, ничего больше нет. А там больше не должно быть ничего. Китайцы подарок какой-то положил. О, китайцы. Не положим. Еще напомню. На подарок. Так, да. Доставай, показывай, что... Да, да, запах. Запах, запах нового мультиметра. Он секси. Он секси. Да, подставочка. Подставочка шикарная. Нет, ну, шикарно. Просто, просто по сравнению вот с этим вот. Ну, вы сами понимаете, да? Вот это вот. То есть, чехол, он и подставка, он и... Ну, он и корпус. Да, да, он и корпус. Шикарно. Батареек. Так, поставься. Покажи сначала, что там идет в комплекте еще с ним. В комплекте у нас щупы. Ну, как тебе качество? Ну, на ощущение. Они шикарные. Ну, смотри, какие-то заглушечки еще стоят. Сверху? Сверху это? Вот, 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 на щупах стоят заглушечки. Даже вот, представляете, даже вот они. Ну, ладно, мы их еще выкинем. Это мягкость и вообще повода. Да, качество, качество. Вот, посмотрите, сколько. Вот я точно такой же. Ну, вот у меня самопальный провод, конечно. Ну, 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 ну... Ну, вот я вот возьму, да, вот. Два. И вот, посмотрите. Ну, да, этот, этот ощущение. Да, да, и литовский. Он такой, оп-оп, видите, все. Да, это замечательно. Эти заглушки для высокого напряжения. Вот мы сейчас смотрим. КАТ-4, 600, КАТ-3, 1000 Вольт. Это рейтинг безопасности. КАТ-4, это означает, что можно при влаге, то есть щупы даже в воде могут побывать. А, побывать. Там просто прямое попадение воды. И после этого 600 Вольт можно мерить. Вот именно для этого служба... Он не пробьет. Нет, это не пробьет. По рукам, это очень хорошо. Это класс, это рейтинг защиты, который международный считается. Ну, вы часто видели, здесь на мультиметрах часто пишут, должны... Вот, КАТ-3, 600 Вольт. КАТ-3, это меньше рейтинг защиты. Это... КАТ-3, это не видно, да. Вот. Да, да, да. Вот, на других китайских тоже такое вот пишется. Сейчас, 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 секундочку. Ну, здесь, ну, на этом... Ну, на этом, наверное, нет. Да, здесь только максимальное напряжение, но при каких условиях его можно использовать, я не знаю. Ну, в общем, не суть важна. Да, это снимается даже. Да, вот эти заглушки, конечно, снимаются. Только их еще снять надо. Как-то здесь... Как-то здесь... Мы пытаемся снять чехол. Да, зашитый чехол. Он точно, точно снимается? Он точно снимается. Да, это вообще, как жесть. Я, 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 я в шоке. Как оно должно здесь... Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся поддеть его как-то я не... Сейчас зубами буду. Я не, я, это... Он снимается. Это точно. Это я знаю. Но вот он не хочет сниматься. Плоскогубцами, наверное, там есть как раз выемка в середине такая. Если таки можно... Я его только купил. Я его люблю. Хорошо. Нет. Это нужно просто, чтобы было все... Слышно какое-то такое похрустывание. Как клея. Это не должно быть так. Может он реально не снимается? Нет, он должен сниматься. Он должен сниматься. Это съемная часть. Это просто для увеличения уровня защиты. Это не... Ладно. Оставим это пока на потом. Так. Да. И еще тут идет... И еще тут термопара. Термопара. Для измерения... Температуры. Да. На поверхности. Конечно. Добрый день. Это продолжение распаковки прибора УТ-139С, который мы делали по спешке. Там мы еще пытались что-то рассказать о параметрах прибора, но из-за радости, из-за спешки, ну да и камера там была не очень... Наговорили немножко не того, но не важно. Сейчас будет более не менее нормальный и сравнительный обзор с моим старым прибором DT-9205A. Классика. Просто классика. Прибор доказал, что он оптимален для начинающих. Вот. Ну, нам же же этого мало. УТ-139С это стартовый прибор по ценовой категории для профессионалов. Стоит 40-50 долларов, но его функционал, по моему опыту как инженера, как человек, работающий в сфере электроники и сетей 220-380, он гораздо-гораздо лучше, намного лучше себя покажет и показывает уже, чем старый ДТ-шка. В чем же его прелесть? Ну, самое первое, это уже современный прибор. Он автоматически регулирует диапазон. То есть, если вы хотите узнать напряжение какого-то из устройств, от чего он питается, вы не знаете, какое напряжение. Вам приходится подбирать сначала от максимального диапазона, допустим, 750 вольт, а дальше снижая диапазон, чтобы получить более точные параметры. Как здесь видно, тем, что мы повышаем диапазон или понижаем, здесь запятая прыгает между цифрами, ну, грубо говоря, переносится. Вот, здесь все это делается автоматически. Здесь всего есть одно положение переключателя на напряжение. Вы поставили его, выбрали только постоянное или переменное вот этой кнопочкой. И дальше меряете. И все, диапазон он полностью сам выбирает. Ну, как видите, здесь у нас идет уже микровольт, не, миливольт, миливольт. Вот. В диапазоне, в этом диапазоне, ну, как диапазон, в этом разрешении, здесь разрешение 1 миливольт, максимум, ну, это минимальное. Вот. Здесь есть еще миливольт диапазон. Это для более точных, скажем так, прецизионных измерений, ну, если можно так назвать, конечно. Здесь он дает разрешение в 10 микровольт. Если вы сейчас посмотрите. 0,0 миливольт и 0,0 микровольт. Вот это вот 10 микровольт. У этого прибора такого категорически нету. Здесь только 100 микровольт. Для чего это надо? Это, ну, те, кто этим занимается, они узнают. Узнают. Это шунты токовые. Очень это пригождается. К примеру, там, измерительные шунты на какого-либо системах сигнализации по перегрузке, ну, это на производствах. Ну, это уже вам как-то больше виднее. Следующее преимущество по сравнению со старичком моим, это прозвонка диодов. Кто последний раз пользовался, ну, диоды, диоды, ну, да, силиконовые диоды, разницы никакой. Там, вот, сейчас вот я его включаю в режим. Здесь загорелась такая индикация диода. Теперь берем обычный выпрямительный диодик и смотрим, падение 0,56. 56, 560 милливольт, если быть точнее. Вот. Мой старичок тоже такое умеет и такое померяет. Вот я его включил в режим прозвонки диода. Собственно. Так. Что-то накомендовать ему другое какое-нибудь померяем. Фу-фу-фу-фу. Он даже силиконовый диод не может... А-а-а. Ага. Ну, как видите, даже мой старичок уже на такое не способен. Ну, были дела, бывали дни. Потому что, ну, как видите, уже все. Но самое интересное начинается, когда вы будете прозванивать диоды света диод. И здесь меня у Т-139С удивил. Чем он мог меня удивить, вы спросите. А тем, что он очень хорошо себя показал. Если вы должны, ну, вы должны, наверное, увидеть на камеру. Сейчас вот я прозваниваю светодиод. И видите, он еле-еле загорается. На камеру должно быть видно. Вот. Так. Но на приборе никаких показаний вообще нет. Просто. Светодиод загорается, то есть он рабочий. Но показаний, какое напряжение ему надо, чтобы он загорелся, вообще нет. На Т-39-м все кардинально по-другому. И это радует. Вы посмотрите. Во-первых, у него хватает тока на прозвонке, чтобы зажечь белый светодиод. А во-вторых, он показывает 2,6 вольта. Это напряжение срабатывания белого светодиода, ну, открытие ПН-перехода для более продвинутых людей. Ну, и это приятно, вы понимаете. Это действительно, вот такие светодиоды, они везде в фонариках. Они могут быть индикаторными. В других приборах. Ну, тысяча и одно применение. И мы пойдем дальше. У нас здесь вот 3 светодиода, да, как бы. И я думаю, что... Ну, я уже это делал. Не на камеру. И все будет точно так же, как и с одним. И это радует. Посмотрите, какая красота. Оп. И меряет. Ну, светодиоды загораются. Прибор все меряет. То есть, сейчас он показал напряжение, открытие наименьшего, ну, наименьшего сопротивления светодиода, который здесь. А здесь их 3. И он все равно у него хватает напряжения на прозвонке, чтобы это сделать. По поводу напряжения на прозвонке. Это еще одна самая большая приятность. Несмотря на то, что данный прибор питается от двух пальчиковых батареек, двух АА. Сейчас мы откроем, посмотрим даже. Тверточку возьму. Вот. Так, оп. Оп. Вот. Как видите. Одна батареечка. Вторая батареечка. Суммарная емкость примерно как две кроны. Ну, это емкость энергетическая. В миллиамперах хотите мерить, хотите еще в чем-то мерить, не важно. И это плюс. Одна крона стоит примерно 3 доллара, две пальчиковые батарейки стоят 1 доллар. В три раза дешевле. Предохранитель. Здесь есть еще, кстати говоря, приятный момент. Это то, что есть доступ к предохранителю на 600 миллиампер. Здесь предохранитель стоит на 200 миллиампер. Потому что деление миллиампер заканчивается на 200. Вот. Здесь 600 миллиампер. Во-первых, диапазон выше. Точность лучше. За счет такого предохранителя. Да и возможностей больше. С этим всем делом. Второй предохранитель на 10 А есть. Есть он внутри, в корпусе встроенный. То есть придется его полностью разобрать, чтобы его достать. Но он есть. Здесь такого предохранителя нет. И это чревато и печально тем, что можно пробки выбить в лучшем случае. А в худшем случае что-то может случиться. Собственно говоря, отделение для батареек имеет металлический приемник для винта. Это означает, что можно не боясь разбирать его сколько угодно. Ну, я думаю, что всему есть предел, конечно. Ну, в данном случае это еще одна приятность и вообще прелесть этого мультиметра. Честно, я нашел только один такой несущественный, скажем так, недостаток. Это автодиапазон сопротивлений. Но в остальном этот мультиметр мне приятно просто и в руках держать. И его толстая резина. Вот здесь вот на камеру, если видно, я возьму сейчас свою нючку. Толщина резины 3,4 мм. Вот здесь вот рога, которые держат щупы, казалось бы, электрик. Зачем электрику такой мультиметр? Ну, да все просто. Мерить. Безопасность. Он рассчитан на К3 600 вольт. Это означает технические загрязненные помещения с малой влажностью. Это вполне и подъезды, и все остальное. Под дождем, конечно, им не поработаешь, но в остальном это вполне хороший прибор именно для технических людей. Собственно говоря, для этого и нужны эти рога, чтобы вот один щуп поставил, где-то на массу сели, и дальше уже там меряете. Большой, огромный дисплей. Вот. Да, ДТ-шка в этом плане с дисплеем тоже не проигрывает, но он уже устарел. Он просто морально уставший прибор. Вот. Да, кстати говоря, он здесь находится кроном, собственно говоря. Вот. У них, у обоих потребление батарейки 2-2,5 мА. Разницы особо кардинально нету. Разница только именно в самой батарее. Здесь крона стоит, а в ней, даже в алкалайновой, 1500 мА, ну, максимум 2000 мА. Здесь 2АА. Каждая батарейка типа АА имеет 2000 мА. То есть, это как минимум в 2 раза больше. Чехол съемный. Он без чехла, кстати говоря, прибор. Смотрится весьма недурно. По сравнению с некоторыми приборами, которые без чехла смотрятся уныло. Данный прибор сделаем, чтобы не мешало. Чехол очень туго сидит. На нем резина плотно облегает его полностью. Зачем он нужен? Ну, это именно защита от ударов, ударопрочность. Вот. Как видите, даже здесь, вот, взять линейку. Это хороших 3-4 мм резины. Вот он. Форму не теряет, он пруги жесткие. И сам прибор, он меньше. Вот, без чехла он гораздо меньше. Стоечка для сравнения. Оп. И что это такое? Вот, что это? Это мы, что-то, прибор поставили. Вот здесь вот он, хорошо, уверенно стоит. Так. Ну, вернемся к нашим баранам. Мы же его не только за лицо покупали. Нам нужны еще параметры. Первый параметр я уже вам... Первые несколько параметров я уже вам рассказал. Это то, что у него лучшее разрешение, у него автодиапазон. Следующее, что я хочу отметить здесь, это его истинное среднеквадратичное измерение. Что это значит? Нафиг оно надо? А оно надо. Если вы будете измерять выход с инверторов, к примеру, инвертор для частных домов, который компенсирует скачки напряжения, онлайн-интерактивные, так называемые. То этот прибор будет и может врать. Может и будет. Этот прибор вам врать вряд ли будет. Потому что он True RMS. Истинное среднеквадратичное значение. Кроме того, у него здесь есть функция гашения высоких частот. Low Pass Filter. Инвертор на английском это VFC. Он вам покажет, четко покажет, независимо от зашумления сети. Это зашумление может быть от высокой мощности моторов. Тот же самый P-образный переход это с инвертора. Вы включаете эту функцию и вы будете уверены, что у вас в сети такое напряжение. С этим прибором быть уверенным ни в чем нельзя. Кроме того, что он истинно True RMS. Истинное среднеквадратичное значение. У него также выше параметр частоты восприятия переменного напряжения. Здесь у нас 400 Гц. Это 400 Гц. Но этого в принципе минимум достаточно, чтобы мерить напряжение в розетке. А здесь у нас 1 кГц с запасом. Едем дальше. Что у нас еще из таких хороших плюсов? Он более стабильно показывает сопротивление. В отличие от этого прибора, он себя ведет гораздо лучше. Вот если сейчас вы посмотрите. Раз. Ноль. И все. Даже если у вас на щупах или на контактах где-то было остаточное сопротивление. Может быть щуп износился или еще что-то. Есть кнопочка Rel. Вы его нажали. Допустим, вот. Сейчас. Отожмем ее. Вот. Возьмем какое-нибудь сопротивление. Вот здесь вот у меня есть сопротивление примерно 10-12 Ом. Вот. Вот, как видите, он четко показывает вообще без проблем. Здесь минимальные погрешности и то из-за того, что я двигаю. Ну, то есть, он... И это можно будет уверенно сказать, что да, здесь такое сопротивление. С этим прибором ни в чем быть уверен нельзя. Он показывает то, что он хочет. Ну, давайте. Покажем. На таких низких сопротивлениях он будет как-нибудь, как-нибудь так. Ну, вот, посмотрите. Ну, что это такое? Ну, это совсем никуда не годится. Его можно, конечно, отрихтовать, отредактировать. Ну, это... Как говорят у нас, до жопы текари очень. Вот. Следующий плюс, вот, функция РЛ. Здесь ее вообще, она отсутствует. То есть, если бы у меня на этом приборе была точно такая же фигня, которая на этом. То есть, остаточное сопротивление в 20 Ом, я бы ничего не смог померить, а вообще просто. Но здесь есть такая замечательная функция. Смотрите. Раз, и у нас по нулям. Даже минус один можно уйти. Вот. Это мы вычли из щупов остаточное сопротивление. Как бы остаточное, неостаточное. Вот. Как видите, оно даже здесь осталось. В 12 Ом. Как это использовать? Ну, это уже вам решать. В основном я это использовал, когда у меня длинная какая-то последовательная цепь. И, допустим, в нем стоит какой-то важный для меня контакт. И мне надо измерить сопротивление данного контакта. Там, выключатель или еще что-то. Но вместе с ним стоит, допустим, 10 кОм резистор какой-то. Ну, допустим. Вот. Вот эта данная функция, она позволит, не выпаивая, не разбирая, ничего, замерить сопротивление вот этого данного контакта. Имея последовательно в цепи сопротивление, высокое сопротивление. Вот. Здесь такой функции вообще нет. Дальше идем по функциям. Это MaxMin. Максимальная, минимальная. Максимальный, минимальный параметр. Что же он нам такое делает? Максимальный, минимальный параметр. Он фиксирует минимальное. Вот, как видите, 47,6. Вот. MaxMin это среднее. И максимальное. Вот я сейчас вот... Это потенциометр. Переменное сопротивление. Вот, как видите, я его увеличиваю. И он записывает последнее, максимальное. Я нажимаю еще раз кнопочку. Минимальное. С того, с чего мы начали. Еще раз. Разница между ними. И это... Просто замечательно. Эта функция работает не только на сопротивление, но и напряжение, и токи. Самое важное, это токи. На токах для электриков, для... Да, для всего можно. Так. Едем дальше. Еще у нас есть функция Range. Это... Выбор диапазона. У нас... Он меряет хорошо, но, скажем так, медленно. Вот в данном случае я на килоомах. Измеряю килоомы. Вот. Тысячи омы. До и до... Запятой. И дальше уже... 100 ом. И дальше. С помощью Range можно перемещать эту запятую. Зачем оно надо? Для того, чтобы... Можно было быстро измерять, допустим, какие-то заведомые сопротивления. Вот этот Range тоже обязательно нужен. Это... Это не обсуждается. Кроме того, автоматически... Автоматическая... Определение сопротивления. Как видите, он проходит все диапазоны. И это достаточно проблематично. Ну, как проблематично. Долго. Ну, секунды три он это делает. Давайте посмотрите. Раз. Два. Три. Да, три секунды примерно он полностью... От максимального сопротивления до минимального. Вот. Выбрав Range, допустим, в килоомы, и все. Проблем нет. Он делает это все быстро и как-то беззаботно. Вот, смотрите. Раз. И у нас до сих пор остается в 1 Ом разрешение. То есть, даже 1 Ом, если здесь будет, мы его увидим. Опять же, берем резисторы в 12 Ом. То есть, старый функционал выбора диапазона вот этого мультиметра остается. Но только сугубо для того, чтобы ускорить процесс, если он там много. Но это редко, когда бывает нужно. Когда много одинаковых резисторов, или вы ищете какой-то определенный резистор. Ну, функционал остается абсолютно. Едем дальше. Прозвонка. Куда мы без прозвонки? Чистота и порядок. Это просто как... Ну, это лучше всего. Это приятно на слух, на ощупь. Оно быстро действует... Ах... Боже мой. Я очень давно этого ждал. Это уже... Да. Это просто секс на палочке. Это лучше всего. Вот. На этом приборе что у нас? Те же самые щупы. Просто один в один щупы. И... Шкрябание... Да, прозвонка быстрая, я не спорю. Но вот это вот пошкрябывание, оно... Оно раздражает. И... Здесь прозвонка лучше. Она достаточно быстрая, чтобы не тормозила, там, или... Если кто переживает... Она... Здесь супер. Всё супер. Так, едем дальше. Измерение температуры. Здесь этого вообще нет. Здесь у нас термопара. Вот. Так, так, так. Ком, ком. Вот. Оп. Как видите, только включили термопару, сразу температура есть. Изменения на человеческое тело. Вот, зажал термопару, и... Он, но... Потихоньку растёт. Ну, сами понимаете, эта термопара не рассчитана на такие низкие температуры. Она рассчитана до 300 градусов. Ну, этого достаточно. Всё равно, чтобы померить и температуру в холодильнике. Видит... Мин до минус 20, кажется, или минус 15. Я точно не помню, сколько для К-типа термопары минимальная температура. Вполне. И сама термопара, она в комплекте, идёт качественная, то есть не ширпотреб с двумя болтающимися проводками. И очень, очень хорошего... Ну, нормально. Вот, здесь ещё можно, кроме ЦЕС, ещё Фаренгейт выбрать, но это у нас в русской стране. Это только для буржуев нужна такая хрена. Что это за герцы? Вы спросите. Герцы, они здесь и здесь есть, и здесь есть. То есть, и на измерение напряжения, и на измерение просто частоты. Это у нас измерение частот 10 МГц. 10 МГц, зачем оно нам надо? Вы спросите. Отвечу. Допустим, у нас есть блок питания от компьютера. Вот. И мы думаем, что там что-то с ним не так. Он просаживается. Вот, чтобы такое узнать, этот частотомер может нам сказать, просаживается он или нет. Если мы увидим частоты, там, несколько килогерц, значит, скорее всего, у нас блок питания компьютерный просил. Напряжение максимальное на этом положении. 30 Вольт. Здесь максимальное 220, ой, 220. 600 Вольт. Ну, 220 линии 200, я хотел сказать, линии 220, он меряет нормально. 50 Герц показывает, то есть, без проблем. Микроамперы. Ну, это без вообще, без всяких сравнений с этим прибором. Здесь микроамперы тоже есть, 2000. Ну, здесь гораздо лучше. Милиамперы, амперы. Все хорошо. И точно так же NCV. Нон-Контакт-Волтедж-Детектор. Бесконтактная... Бесконтактная датчик... Бесконтактный датчик. Ну, вот мы возьмем... Оп. Но в нем есть минус. В этом бесконтактном датчике. Он не работает через что-то плотное. Вот моя рука. Вот провод. И он уже не работает. Но так через изоляцию можно будет узнать, есть ли тут напряжение или нет. Кому это будет полезно, не знаю. Я брал просто потому, что здесь 1 кГц частота измерений переменного напряжения. А в довесок получил еще бесконтактный датчик напряжения. То есть, ну, опять же, на любителя. Вот через руку, это вот, вот я просто руку приложил, и все, он уже не действует никак. Без руки он еще действует как-то, но это такое. Дальше. Токовые клещи. 10 мВ за ампер. В принципе, это положение могли и не делать. Может быть, оно как-то связано. Приятно, что он показывает в амперах. Приятно, что можно сюда подключить приставку для токовых клещей. Ну, это мелочь. Собственно говоря. Да, еще он частоту может через эти токовые клещи померить. То же самое. Но напряжение мы еще не научились мерить с помощью токовых клещей. И этого никогда не будет. Холд. Такой же тупой, как и тут. В принципе. Но он нам не нужен, потому что у нас есть Max Min. Максимально-минимальное значение. Оно действует как автоматический холд. Дальше. Что еще такого интересного? Оно действует. Угу, угу, угу. А. Большая кардинальная разница, которая дает большие преимущества. Здесь прибор. 2000 единиц на дисплей. Здесь прибор. 6000 единиц на дисплей. В чем разница? В этом мы сейчас посмотрим, в чем разница. Я вам даже покажу. Я собирался это показывать. Вот. Мы возьмем классический пример. 5 вольт. Сейчас, ну, куда ни плюнь, везде 5 вольт. 5 вольтовые блоки питания. 5 вольтовые. Все. И что мы видим? 5,76 вольт. Мы получили разрешение в 1 милливольт. Идем к старому нашему прибору. Для начала мы крутим крутилку. 2. Мало. 20. Ставим на 20. Так. Переставляем щупы. И что мы имеем? 10 милливольт. Разрешение. То есть мы теряем разрешение из-за того, что здесь 2000 единиц на дисплей. Здесь 6000 единиц на дисплее. И так везде. Так. И на сопротивлении, и на токах. И, ну, можно сказать, во всех приборах. На частоте здесь он может показать 10 МГц. То есть 9, 9. Первая единица. И 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ну, в этом плане прибор в этот УТ-139C на голову выигрывает. Потому что, действительно, 6000. Я по поводу 20 тысяч единиц, как в 61-м, ничего не могу сказать. Ну, как, приятно, но тоже малоэффективно. Ну, 6000, оно себя оправдывает. Оно дает достоверные результаты до последней единицы. И оставляет, скажем так, разрешение и точность измерений в лучших диапазонах. Здесь лучше, здесь хуже. Собственно, на этом почти всё. Подводя итоги, как говорится, в конце дня можно сказать только одно. УТ-139C Ну, это прибор нового поколения. В нём нету никаких раздражающих факторов. Он идеально сбалансирован как для электрики, так и для электроники. У него замечательное питание от двух пальчиковых батареек. С потреблением одинаковым я замерял. 6000 единиц измерения. А, да, я ещё забыл вот такое вот упомянуть. Но это будет ещё один плюс в сторону УТ-139C. Здесь нету ни одного подстроечного резистора. Вот такая вот крутилка, как я вам показывал, да, только меньше. Стоят тут. Их тут штуки 3-4, а может быть и 6. Я уже не помню, после не раз давно разбирал. Вот. В чём смысл их? Они подстраиваются. Они там настраивают, чтобы всё было правильно, чтобы корректно мерил. Но удары, влага, это всё повлияет на его долговечность, долгосрочность. Здесь такого нету. Здесь всё стационарно, припаяно, ничего не крутится внутри. Один раз его откалибруют на производстве, и после этого его откалибровать нельзя будет. смысл. Здесь ничего не изменится внутри. Даже если вы уроните, вы можете сказать 99%, но то, что с ним ничего не случилось. И мерить он будет точно так же, как и раньше. До с этим такого нету. Всё время надо переживать, бояться, а вдруг он, короче, что-то ему не понравилось, может быть, влага попала, и вот эти переменные сопротивления где-то окислились. А там же диски, контакты на переменном сопротивлении, они крутятся, вот из-за удара может крутануть его или как-то сместиться, и у вас поплывут параметры. Здесь стационарное всё. Внутри процессор, который компенсировал, он на производстве компенсировали все изменения в цифровом виде. без всяких подсрочников. Это ещё один огромный плюс, то есть долговечность. Вот этот прибор, его надо будет проверять, калибровать, разбирать внутрь. С этим прибором, я уверен, что пройдёт 15 лет, он как мерил, так и будет мерить. Ну, плюс-минус, конечно, но всё равно. никакого сравнения, ну, просто, это абсолютный выигрыш у Т-139С. прибор. вот повторюсь ещё раз, этот прибор идеально подходит, как для электриков, он спроектирован, универсальный, многофункциональный, хороший прибор, без всяких, скажем, ваебонов, грубо сказано, но по-другому из песни слов не выкинешь. Вот. Он хорошо сделан, хороший корпус, хорошее, всё хорошо. Ну, то есть, нету таких, каких-то моментов, которые просто бесят или раздражают. Он то, что меряет, он меряет уверенно. Вот, ну, раньше, да, ДТ был хитом, хит сезона дёшево, точно, быстро, но сейчас уже другие стандарты, другие параметры. И в данном контексте на 2014 год я придаю предпочтение именно этому прибору. Его цена, ценовая категория по сравнению с тем, что он даёт просто копейки. Вот. Всем удачи, всем спасибо, я надеюсь, что данное видео было для вас полезно. я надеюсь, что он может помнить, неизвестно, Мы долго шли к великой цели, но, видно, не успели, поэтому не ели осень давно.